Здорово, любопытно, и с кем еще не запомнился, у Триотов Виталий 10 лет в своей жизни я просидел в тюрьме. Это ни в коем случае не обозначает, что я пропагандирую АУЕ на своем канале, либо в жизни нет. Я наоборот пытаюсь занести до людей, в большей части до молодежи, что если тебе интересно, тюремная романтика, и ты хочешь познать преступный мир, узнаю о нем заочно, от меня не попадая туда, не совершая преступления, причиняя тем самым кому-либо горе и страдания. Недавно я снял видео про зверей, которые надругались и лишили жизни пятилетнюю Веронику из города Кострома. Сразу же хочу сказать вам всем огромное спасибо за вашу нереальную поддержку. Мы по максимуму распространили это видео благодаря вашим репостам, тем самым показали миллионам людей, что ждет этих тварей по ту сторону забора. И вообще, как живут подобные особи в тюрьмах и как там к ним относятся. Меня очень тронула эта трагедия, как и всех вас, у меня тоже есть дочь, и мне очень больно было узнать, и тем более увидеть кадры похищения Вероники, от которых стынет кровь. Я понимаю, что никакие деньги не вернут девочку, но все же родственникам, а точнее маме Веронике, думаю, сейчас очень необходимы любые средства. Я хочу, чтобы у маленького ангелочка была красивая могилка, куда мама могла бы приходить и проводить время со своей доченькой. И не расстраивалась, что у нее нет возможности сделать для нее красивую кроватку, где она будет спать вечно, сладким, детским и невинным сном. Памятник в виде ангелочка, беседку рядом с могилкой, где можно будет разложить разные сладости, которые любила Вероника. Посидеть с родными и близкими девочками. Я сейчас ни в коем случае не говорю, на что нужно тратить деньги маме девочки. Нет, конечно же, решать только ей. У меня в руках сейчас полмиллиона рублей, которые я хочу передать маме Веронике, от всех нас, от всех подписчиков канала «Кто по жизни», от каждого, кто поддержал мой ролик. Еще раз огромное вам спасибо. Я всегда говорил и буду говорить, что у меня самая лучшая, самая добрая аудитория, которую я мог бы себе представить. Пусть Бог хранит вас и ваши семьи. Мы уже созвонились с мамой Вероники и договорились о встрече. Я сам лично поеду в город Кострома, чтобы лично в руки передать ей деньги и запишу для вас небольшое видео, потому что вы заслужили и должны это увидеть. Конечно же, очень хотелось бы съездить на могилку и положить цветочки и игрушки маленькому ангелочку. В комментариях под моим видео и вообще во всем интернете очень много людей винят тех, кто не помог Веронике, кто не проявил бдительность и не пресек похищение. Я, конечно же, согласен с ними, но хочу вам рассказать пару историй, которые в том числе коснулось и меня. Я уже вам рассказывал за Владимира Санкина, который заступился за подростков, над которыми хотели надругаться. Двое нелюдей затащили их себе в квартиру. Один из подростков успел убежать, попросил о помощи. Рядом проходил Владимир Санкин и заступился за них. Ввязался в драку и по неосторожности убил одного из них. Кстати, один из них уже был осужден за педофилию. Заключение судмедэксперта было, что он умер от переохлаждения, потому что лежал долго на снегу без сознания. За что Санкину дали 8 лет. Потом суд смягчил приговоры, оставили ему 6 лет в колонии и сейчас он сидит. Я предотвратил преступление, не шел я его убивать, ни что-то. Это бы любой бы человек поступил бы так же. У каждого человека есть дети. Даже не за своих, за чужих. Я тоже пару лет назад занимался ловлей педофилов. Мы поймали одного из них, который писал 13-летней девочке, просил у нее интимные фотографии и отправлял ей свои мужские достоинства. Хотя мужчиной таких нелюдей назвать язык не поворачивается. Он предложил ей встретиться, сделать ей массаж и так далее. Я сейчас не буду рассказывать все подробности. Кто хочет увидеть этот ролик своими глазами, можете перейти по ссылке в описании на мой закрытый телеграм-канал, куда я выложу это видео. Я лично ввел перепишку с этим недочеловеком от лица 13-летней девочки. Когда он приехал навстречу, его ждал сюрприз в виде десятка крепких мужчин, о которых он в принципе и получил свое заслуженное. И то только потому, что он очень нагло и дерзко себя ввел. Но мы очень быстро остудили его пыл. Далее его передали в руки полиции, где его поставили на учет, а оперативники нашли в его телефоне еще много фотографий с его гениталями, которые он отправлял девушкам. Но самое страшное, что у этой дряни у самого растут две маленькие дочки. В общем, суть всей истории такова. Спустя год он нанял адвоката и написал на мне заявление, что я его говорил и все в этом духе. И знаете что? Меня вызвали в прокуратуру, взяли с меня объяснение и сказали, что был суд, на котором я почему-то не присутствовал. Меня никто о нем не оповещал. И суд встал на его сторону и присудил мне 30 тысяч рублей иску и обязал мне удалить ролик с ним и более того записать ролик на своем канале с извинениями, чтобы отбелить эту мразь. Вы вообще представляете себе такое? То, что я был в шоке, это еще ничего не сказать. Просто не хочется мата. Соответственно, никаких извинений записывать не буду и тем более удалять ролик. Как бы меня не заставили это сделать. А более того, я выложу его в свой телеграм-канал и говорю, ссылочка будет в описании. Обязательно посмотрите на это видео. Как вы думаете, почему я перестал заниматься ловлей этих тварей? Все просто. Меня вызвали в один кабинет и человек с большими погонами мне корректненько объяснил, чтобы я завязал заниматься этим делом. И оставил это сотрудникам правоохранительных органов. Тем самым дав понять, что если ты не завяжешь, то мы тебя отправим туда, откуда ты недавно только освободился. А имел он в виду скрытно, что есть люди из немаленьких чинов, у которых есть большая власть, тоже не прочь позабавиться с подростками и удовлетворить свою похоть. Не дай бог поймать такого супчика, это будет резонанс, который им соответственно не нужен. Вспомните Тесака. Он поймал педофила, который оказался высоким начальником судебных приставов и посадил его. После чего у Тесака начались серьезные проблемы. Я не говорю сейчас, что все высокие чины и люди, у которых есть власть, такие. Нет. Но они есть среди них и они сами прекрасно об этом знают. Им самим от этого противно, но такова жизнь. Много педофилов было поймано с разных структур. В том числе и священнослужителей церкви, школ, детсадов и так далее. То есть это не искоренит. С этим просто нужно бороться. А бороться с этим очень сложно. 95% сотрудников полиции сами готовы удавить каждую такую тварь, но не позволяет закон. Поэтому сейчас этих мразей, которые надругались и лишили жизни пятилетнюю Вранику, прячут. Чтобы они дожили до суда, а потом уже будет видно, что с ними станет и кого они встретят на своем пути. Ведь наш закон отталкивается от нашей религии. Что каждый человек должен встать перед судом и только суд может решить, виновен он или нет. Раньше людей, которые нарушили закон и совершили какое-либо преступление, вели через деревни. Чтобы люди видели их лица. Они кидали в них камни, били их палками. А после того, когда человек был осужден и отправился в колонию, те же самые люди несли им к тюрьмам и лагерям еду и теплые вещи. А обосновано это тем, что человек осужденный, раскаялся в содеянном и несет свое наказание. Вспомните, кто был распят справа от Христа на горе Голгофа и вошел первый с ним в рай. Это убийца, насильник имя ему Дисмос, который раскаялся в своих проступках. Я сейчас ни в коем случае не хочу сказать, что после суда их нужно простить. Нет, в том случае Дисмоса простил Господь. И в этом случае простить их может только он. А в наших сердцах они останутся навсегда непрощенными зверьми, которые лишили жизни невинное дитя и место им в аду. И пусть ад начнется у них уже на земле. Ну а кто еще не подписан на мой канал, сделает это прямо сейчас. Ставь какой-нибудь комментарий по этому поводу. Еще раз огромное вам всем спасибо за колоссальную поддержку. Мы сделали большое дело, вы у меня самые лучшие. А ссылка на мой инстаграм и на телеграм-канал, куда я выложу видео про педофила, будет в описании. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok